Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков провел выездное совещание в Монино. Одним из главных вопросов стало проведение необходимых мероприятий на территории лесного массива поселка в пожароопасный период. Вдоль дороги повален сухостой, также стоят сухие аварийные деревья. Вот эта часть леса, она вырублена и санитарная вырубка здесь произошла. Вот на этой стороне, если мы посмотрим туда в дальнюю перспективу, мы увидим просто сухие спички. В течение двух недель нужно вывезти, а в течение недели все сделать чистую дорогу, чтобы, не дай бог, упало. Вот смотрите, вон стоит дерево, их тут много, штук 8-12 точно будет с этой стороны. Это бывшее пожарное депо. Функционировало оно при военно-воздушной академии имени Гагарина. Для обустройства поста зданию требуется ремонт. Андрей Булгаков обсудил возможность его восстановления с депутатами и сотрудниками администрации. Кроме того, временно исполняющий полномочия главы пообщался с молодежными активистами. Воспитанники военно-патриотического центра «Небеса» обратились к руководителю округа с просьбой поддержать идею вековечить память героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Аркадия Ковачевича, нарисовать граффити на стене Монинского клуба «Крылья». Выбрали Аркадия Федоровича, потому что он в нашем поселении Монина является родоначальником военно-патриотического воспитания молодежи. Андрей Булгаков поддержал инициативу активистов и выделил средства на создание портрета. Также на выездном совещании обсудили вопрос реставрации памятника слава покорителям космоса. Монумент был установлен более полувека назад возле Дома офицеров и сегодня нуждается в ремонтных работах. Руководитель муниципалитета дал поручение привести памятник в порядок до празднования Дня городского округа. «Делаем это дню города всего городского округа, соответственно, для Монина. И отдельно, по отдельной программе, Сергей Самович, уже по вашей, по двум разным программам делаем подсветку». Во время выездного совещания к Андрею Булгакову обратились жители Монина с просьбой покосить траву в парке, ранее благоустроенном по программе модернизация бывших военных городков. «Здесь, да, площадка, здесь все, я понимаю, подходы к ней, а здесь это нужно с целью просто, чтобы глаз радовало?» «Да, эстетично. «Просто, мне кажется, она будет расти, ее лучше недели через две косить, когда она будет таким вот слоем, а сейчас она будет пятнами потом, когда покосит, покосит. Как вы считаете?» «Мы с вами согласны». Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.